Доброго времени суток, патероманы и патероманки. И сегодня мне бы хотелось затронуть такую щепетильную для многих тему, такую как пейринги в патериане. Разумеется, речь пойдет по большей части про так называемый фанон, или иными словами фанатское творчество разной степени паршивости. Ну и пробежимся по решениям самой мамы Ро. А перед началом ролика я подчеркну, что все сказанное в видео является исключительно точкой зрения автора и ни разу не претендует на объективность. У меня вообще шиза, и сами понимаете, снимать в 21 годик ролики по ГП это уже звоночек, но душа, как говорится, требует, и почему бы не удовлетворить свою хотелку. Надеюсь, что вы нажали кнопочки подписки и колокольчика, иначе Володя наведается к вам в гости, а может быть наведается на пару с этим гражданином. А я желаю вам приятного просмотра, хотя я предвкушаю образование второго солнца, и перехожу к делу. А вот, кидай, врач! Сразу хочу заметить, что такой фигней, как написание фанфиков, занимаются по большей части девочки или девушки подросткового возраста, проецирующие свои черты характера на оригинальных персонажей, и игнорируют те их особенности, которые самим авторкам либо же не свойственны, либо же вовсе не нравятся. Собственно, поэтому мы видим вечно рефлексирующего одиночку Малфоя, которого просто никто не понимает, и вообще он лапочка. Альфачку, или же наоборот, гипер-омешку Гермиону, которую хочет без преувеличения весь Хогвартс, причем до такой степени, что складывается впечатление, что она единственная XX-особь, обитающая в замке. Тупого Рона, все функции которого заключаются в том, что он просто жрет и ноет, и ноет, когда жрет, и жрет, когда ноет. Самого Гарри с отрицательным IQ и прочий трэш-угар и садомию, которые интересны по большей части девочкам, только начинающим познавать всю прелесть пубертата. Хотя и среди довольно взрослых особей хватает своих авторов и авторок, которые остались где-то в детстве и не желают из него выходить, продолжая писать свои шедевры, вместо того, чтобы попытаться написать что-то оригинальное, или расширить уже имеющуюся вселенную новыми событиями или персонажами. Сделать это будет несложно, ибо, чтобы опуститься на дно проклятого дитя и фантастических тварей, нужно постараться. Но я уверен, что найдутся и те, кто справится с этим и даже побьет все рекорды, опустившись ниже. Что ж, ну а теперь давайте прошерстим самые нашумевшие в ГП-сегменте пейринги, и начнем, пожалуй, с моей любимой Дромеоны. Не буду здесь сильно распыляться на тему того, что пейринг сверхпопулярный и считается чуть ли не каноничным, хотя особо отбитые считают данный пейринг лучше канона. Разумеется, я подобную точку зрения не разделяю. Да и история популяризации Дромеоны, и это сплошная череда вбросов, фейков, справедливости ради не самых позорных фанфиков поначалу, таких как Платина и Шоколад, ну и краткосрочным романом Тома Фелтона и Эмма Уотсон, актеров, сыгравших Гермиону и Драко. Но и тут понеслось. Тонна фан-артов, умелого фотошопа, зарождение чуть ли не культа свидетелей Дромеоны, чьи адепты на каждом шагу говорили и писали про то самое интервью Роулинг, которое кому-то там, где-то там, что-то там говорило про то, что Драко любит Гермиону. Втайне, естественно. Вообще видеть то, чего не существует, основная прерогатива фанаток этого пейринга. Доходит порой до такого маразма, что берут какую-нибудь строчку из книги, а-ля «Гермиона посмотрела на Драко». И тут начинается поток кипятка. Разумеется, обделенные вниманием школьницы и дамы, получающие удовольствие от буллинга своих крашей, которые зачастую не отвечают им заимностью, нашли в этом пейринге себя. Абсурдность этой шняги пугает, ведь на выходе мы имеем удручающую картину, когда мелкие девки-патероманки начинают пускать слюни на так называемых плохих парней. Которые только умеют, что вкидывать понты на публику. Гайд для пацанов, кста. Чтобы привлечь внимание этой недалекой мадамы, просто будь чейсвэшным и даже немного маргинальным элементом. Размножаться с ней я тебе, конечно, не советую, но... Если хочется прям преданную спутницу, то почему бы и нет? Этот выбор для тебя. Весомым плюсом может стать наличие у тебя богатых и обеспеченных родителей. И тогда сказка станет реальностью. Но ненадолго. Ибо зачастую подобного рода взаимоотношения оставляют скорее огромное количество комплексов и негатива, нежели заканчиваются положительным исходом. Исключения есть, но то единичный случай. И уповать на подобное везение глупо. Но что еще глупее, так это всерьез фанатеть с этого пейринга и тем более считать его каноничным. Самое дно это прочитать все самые крупные и хайповые работы, связанные с Дермионой. Хотя, давайте не будем обманывать окружающих и самих себя. Читали один фанфик по Дермионе? Считайте, читали все. Ибо все сюжеты складываются по схожим лекалам. Плохи шмалфои всячески кошмарят Гермионом. А там, как последняя терпила, стоически переносит все нападки со стороны Блонди. Далее сюжетные перипетии сплетают их, зарождает таким образом интерес к друг другу. К слову, мотивы в 90% случаев высосаны из пальца. Руинят развитие персонажей и ценность концовок оригинальных частей. Далее выясняется, что чувства были оказывается всегда. А сейчас они просто выплеснулись наружу. Ну и далее, либо дракоша принимает ислам, либо увозит объект своей любви в свой замок. Параллельно наплевав на честь рода, предпочтение родителей, мнение друзей. Которые, вопреки логике фикрайтеров этого пейринга, все же были. И так далее. Разумеется, можно в самом начале прописать просто громадный дисклеймер, мол. Это все не канон. Характер персонажей изменен. В оригинале были такие-то, такие-то события. А у меня вот другие. Вселенная работает по иным правилам. Такие-то персонажи умерли. Такие-то на самом деле выжили. И все в таком духе. У меня в таких случаях возникает один вопрос. Если персонажи лишены характера оригинала и каких-то случаев из их биографии, то какая разница между взаимоотношениями условных Гермиона и Дракуа и каких-нибудь Дмитрия и Галины? Ну разве что представлять, как Том Фелтон прижимает в ручей комнате Эму Уотсона, страстно целует ее в шею, куда приятнее хайпове. Хотя, кого мы обманываем? Вместо Эмы авторки представляют себя. Интимные сцены в ручей комнате это вообще дикий баян, встречающийся почти во всех фанфиках. Не только под Ромеоне, к слову. Да, да, моя юная зрительница. Прикинь, до тебя уже додумались до того, чтобы описывать горячие сцены в ручей комнате. Да! Как итог, мы имеем паразитирование на оригинальном контенте. И, как я уже сказал выше, настоящий культ и просто тонну подражателей, той же Чацкой. Авторки Платина и Шоколад. Сам же фанфик на любителя, хотя и написан, чего уж там, неплохо и даже хорошо. Говорю про стилистику, грамматику и общий, так сказать, концепт. Хотя к сюжету у меня просто тонна вопросов. Правда, к оригиналу тоже, но эту тему я поднимал в предыдущих роликах, ссылки на которые есть в описании. Но если феномен Чацкой, я бы еще смог объяснить тем, что... Дамочка, во-первых, без пяти минут профессиональный писатель. За такое количество лет и написанных работ волей-неволей начнешь писать нормально. И лично мне не совсем понятно, что она забыла на фигбуке. А не печатает какие-нибудь оригинальные работы в том же АСТ. А во-вторых, возрастом. Все же уже человек опытный и что-то в этой жизни допонимает. Но вот феномен остальных 90% это просто какая-то маниакальная попытка по схожему шаблону написать свое произведение и получить заслуженное звание лучшего автора, которого я читала. Да и на самом деле забавляют люди, которые читают чисто фанфики по известным фандомам, такими как ГП, вместо того, чтобы найти что-то новое, тем самым расширив свой кругозор. Глядишь, и людей, утверждающих, что ГП — овероригинальное произведение для взрослых, было бы меньше. Возвращаясь к Дермионе, то их отношения, кроме как к Стокгольмским синдромам, я бы объяснить не смог. Но в некоторых случаях чрезмерной самоуверенностью и верой в собственную исключительность той же Гермионы, которая верит, что именно она та, кто превратит это чудовище в прекрасного принца, который на самом деле не такой уж и мразотный, каким кажется, но и плевать на самоуважение, плевать на разные характеры и жизненный опыт. Тут же, любовь, волшебство и мир розовых пони. О своем взаимодействии с Дермиончицами могу сказать одно. Адекватные есть, но их довольно мало. Был даже удивлен, что находились те, кто критиковал ту же Платину, которая считается чуть ли не Библией современных Дермиончиц. Опустим тот факт, что они фанатели по жажде. Ох, да. И в целом, дамочки, скажем так, 23+, любящие Дермиону, спокойно воспринимают любую критику касательно данного пейринга и не ведут те интернет-баталии, которые были популярны для этой темы в году, это к 2012-2014. А тихо существуют в своем мани-мерке и перечитывают какой-нибудь райс, просто получая удовольствие от жизни, что я, кстати, полностью одобряю. Что же творится с контингентом за чертой 17+, и ниже, представить страшно. Еще страшнее читать произведения этих головастиков, которые про отношения знают лишь то, что бьет, значит любит. Из этого также вытекает и следующая проблема, оправдание самого Малфуэя и обеление его образа в глазах общественности. Но как по мне, достаточно не иметь трехзначного IQ, чтобы понять, что Малфуэй так-то тот еще свинтус, совершивший за всю историю один с половиной хороший поступок. И такое поведение нормально. А вот ненормально это включать в свой СПГС и искать у персонажа те черты характера, которых у него нет. Иными словами, Дракоша это просто продукт того консервативного воспитания, которому подвергают чистокровные волшебники своих спиногрызов. Но опять же, в половине случаев. Да и в целом, в финале он и его родители довольно легко отделались. Сам же Белобрысый обрел какое-никакое счастье в лице спиногрызика. И это хорошо. Получил больше, чем заслуживал. Молодец. И нахрена ему Гермиона, лично я ума не приложу. Логики в их взаимоотношениях, если бы они и были, ноль. Классно выглядишь, Поттер. Со мной все нормально. Пейринг для настоящих мужиков, я считаю. Хотя такой же кринжовый и лишенный всякой логики. За большим количеством условностей и ограничений. Но с большим сохранением определенных черт персонажей, которые соответствуют первоисточнику. То есть, что в оригинале Гарри тупенький, что и в этих фанфиках особо умом не блещет. Но с этого я чисто от души могу пололировать и поржать. Особенно в те моменты, когда мальчики пытаются уйти в самокопание и психоанализ. Но по итогу все равно приходят к тому, что пылесосят друг друга. Как правило, по-собачьи. Фанаток и автор подобного рода контента зачастую волнует именно последний аспект писанины. К слову, это касается почти всех фанфиков почти по всем известным фандомам. Что и делает фигбук эдакой лайтовой версии сайта для взрослых. С тем лишь ограничением, что описание приходится визуализировать в своих не самых умных бошках. Благо, сделать это не так уж и трудно. Ибо описание горяченьких сцен более чем полное и, я бы даже сказал, избыточное. Нередко подробности доходят до каких-то невероятных кульбитов со стороны героев. И, как следствие, лютого кринжа и испанского стыда со стороны читающего. Что сразу выдает в авторке довольно юный возраст. Как правило, не старше 15 лет. Собственно, какой возрастной контингент фанфики и пишет, ровно такой же их и потребляет. Поэтому, наверное, это нормально. Хотя я в 15 лет смотрел Наруто и мечтал стать Хакаги. И ни о чем таком не задумывался. К счастью. Что же касается непосредственно творчества писателей постарше, то... Тут с нюансами посложнее. Ибо каждый из них считает своим долгом сделать что-то серьезное. Заявочкой на глубину и скрытые смыслы. С двойным или тройным дном. Но получается, как всегда, по меньшей мере странно и душно. И считать Тегомотину про душевные терзания, которые могут пофикситься банальным наличием логики у персонажей и желанием тупо друг с другом поговорить, сложно. При всем при этом, авторки нарочито описывают персонажей, как по Сантре, довольно умных. Но на деле же складывается впечатление, что Драри это истории про двух Патао, пытающихся что-то сделать со своими шалящими гормонами. Радует одно, что драрриманки в своем большинстве дамы довольно адекватные. И это сильно, в положительном ключе, отличает их от первого типа фикрайтеров и фанаток. Но и среди них есть свои, скажем так, кадры. Спины у рта, доказывающие, что Драко это бог воплоти, самый умный, самый сильный и самый талантливый. Опустим тот момент, что у таких душевных натур все не очень гладко с личной жизнью, так как сбиты критерии оценивания своих партнеров. Но если так подумать, то зачем они нужны, когда существует этот белобрысый небожитель? Вот и я не понимаю. Действительно. Насчет талантов и достоинства Малфоя-младшего все очень спорно и, как правило, аргументы, опровергающие посредственность нашего блонди, высасываются из пальца. То есть додумка на додумке, додумкой покрытые. Хотя по факту Челик просто спиногрыз богатеньких родителей, заимевший зачатки на рост своего, во всех смыслах, несахарного характера, лишь в шестой и седьмой книге. Слабые, но все же существующие. Ни в коем случае не хочу дракошу, сам хочу быть таким же, вести себя как мразот и получать за это обожающие взгляды школьниц по всему миру. Но, увы и ах. Не получилось, не фортануло. Затрагивая садомию и трэш, дам совет. Если все же решитесь изучать данную тему поподробнее, то, во-первых, обратитесь к психологу, а во-вторых, ищите по меткам постхок, ибо там какой-никакой намек на более-менее интересный сюжет. Но разве все это не куча ослинного дерьма? Под интересным я подразумеваю все то, что не подходит под схему. Драка понимает, что любит Гарри, четырехглазый тоже, сцена в ручей комнате, конец. Благо, большинству, как я уже и говорил, понятно, что данный пэринг это один большой рофл, лишенный всякой логики, смысла и изюминки. Но оттого не менее, а порой даже более, располагающий к себе, чем все остальные пэринги из этого видео. Ибо читать комедию и ловить с этого фейспаум куда приятнее, чем читать драматическое произведение и биться головой об клавиатуру по причине всего того же отсутствия смысла происходящего. Вы дважды выступили без разрешения, мисс Грэнджер, вы не можете сдерживать себя или гордитесь тем, что вы невыносимая... Как по мне, самый убогий пэринг из существующих, пропагандирующий нездоровые отношения, за которые в цивилизованных странах, к слову, сажают. А, ладно. Но, как известно, 8 это просто цифра, тюрьма всего лишь комната. Фан-база Снейджер состоит в основном из одиночек и инцелов, которые не могут зарамситься со своими ровесниками. И потому считающими нормы отношения с людьми с разницей в возрасте в 7 и более лет. В справедливости ради скажу, что кто как хочет так и слизывает начинку с шоколадной лягушки, но зачем при этом опошлять не своих персонажей и нарушать при этом канон, пропагандируя слово на букву П, непонятно. Собственно, как и непонятна логика взаимоотношений этих персонажей. Если в первых двух случаях есть хотя бы один-два волоска, за которые можно притянуть все отношения для дальнейшего развития, то при чем тут отношения Гермиона и Снейпа и как их увязать вместе, лично я ума не приложу. Как правило, авторки апеллируют тем, что Гермиона... А. Убер-мега-талантливая и умная. Хотя, если судить по книгам, девочка тупо читала книги и дополнительную литературу, которая была предусмотрена школьной программой. Б. Маглорожденная волшебница. А ведь все мы знаем, что у Снейпа фетиш на молоденьких рыженьких гриффиндорских грязнокровок. Кста, может он думал, что между Гарри и Лохматой что-то есть, а потому, по логике фанаток Снейджер, хотел компенсировать свой комплекс и отбить подружку у сына его главного объекта ненависти. Не получилось зарамсить деваху? Отбей подружку у ее сына! Черт, кажется, я спалил неофициальный девиз Снейджер. Как правило, в произведениях, посвященных этому пейрингу, идет обеление образа Снейпа, чего я, как человек, умеющий тупо судить персонажа по поступкам, а не по словам, по типу... Не одобряю. И да, повторюсь, который раз спасал жизнь, в кавычках, очкарю Кусева, мягко говоря, всрато. И лучше бы он, в принципе, в это не пытался. Так его образ был бы намного приятнее. И да, я знаю, что ты, юная любительница Снейпа, напишешь в комментариях, мол, неправда, он спасал жизнь Гарри миллионы-миллионы раз. Но, во-первых, научись думать головой и закончи хотя бы седьмой класс. А, во-вторых, эту тему я тоже касался в этом ролецке. Милости прошу туда. Вообще, забавляет образ Снейпа, как типикал Дет-Инсайда и только омежный Гермиона. Кто же еще на самом деле? Способна пробудить в нашем мужчине прото-альфача и собственника. Кому это может быть интересно? Разумеется, девочкам, любящих мужиков постарше. И западающих на своих преподов в школе или унике. А это слегка кринжово, как по мне. Хотя есть фанфики, где наша кучерявая перевалила за уже такой нормальный возраст, но, тем не менее, возрастной барьер за 20, мать вашу, лет не шибко сильно исправляет подобного рода отношения. И опять-таки портит и без того неидеальные образы Гермионы и Северуса. Хотя, если фикрайтеры ставят свои цели ухудшение оригинальных образов персонажей настолько, что первоисточник будет казаться просто сверхкрутым, то ребятки справились на ура. Действительно, ничто так не заставляет мою душу ценить оригинальные тексты, как сравнение его с фигбучной писаниной. Но хорошо, предположим, предположим, у нас стоит конкретная задача. Нужно свести этих двоих. Какие у нас есть зацепки? Так, Гермиона, моглорождённая Гриффиндорка. Угу. За все 11 лет, что Сева живёт без объекта своего вожделения, он ни разу не встречал моглорождённых Гриффиндорок? Серьёзно? Но почему-то Триггер сработал именно на Гермиону, которая... Которая что? Обожает зелье варенья? Нет. Казаться лучше на фоне других, которые вообще на предмет забивают, несложно. Просто берёшь и читаешь то, что тебе задали. Несложная схема, правда? Далее. Схожесть по внешним признакам. Ну, насколько я понял, исходя из описания внешности обоих героинь, Лили будет посимпотнее. И это не мои хотелки и придирки, просто изъянов в описании Гермионы будет побольше, нежели в описании Лили. Хотя, справедливости ради, Лили Эванс не так хорошо прописана, как Герми. Так что не исключено, что и она была не прям 10 из 10. И, честно, больше каких-то деталей, за которые я бы мог ухватиться, оправдывая логику этих отношений, я не вижу. Если видите, то напишите в комментах. А вот хейты и предвзятости со стороны Севы и по отношению к Гриффиндорцам, и к самой Гермионе в частности, было с избытком. Но мы уже выяснили. В ФФ Гермионы бесхребетное, а межное чмо, которое не имеет собственного самоуважения и здоровой психики. А посему закадрить её можно посредством буллинга и абьюза. Кстати, в таком случае действительно видишь более логичное её отношение, например, с Флитвиком или Римусом. Так, нет, не смей об этом писать, я запрещаю. Запрет снимается, если в фанфике будет указана ссылка на канал Вдохновителя. Те товарищи замечали способности героини, по достоинству их оценивали, помогали в сложившихся у неё на пути трудностях и так далее. Не спорю, есть фанфики, где Сева булочка с корицей, но давайте по чесноку. Это не Северу Снейп, это Серёжа Снегов. Милый Серёженька, учитель химии из Магнитогорска, который неровно дышит к своим ученицам. Типичная ситуация для любой российской и нероссийской глубинки. Это всё шутки, конечно же, но факт в том, что это не иное раскрытие персонажа, не взгляд под другим углом. Нет, это абсолютно новый герой, носящий имя знакомого нам Зельевара. На этом сходства кончаются. И в чём интерес? Если мне надо, то я посмотрю на Хабенского в фильме «Юограф Глобус Пропил». Но зачем мне читать абсолютно левую историю, в которой Хогвартс – декорация, а персонажа – жалкая калька оригинальных героев? Непонятно. Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? В общем, притянутый за уши, неканоничный, нелогичный и абсолютно пресный пэринг с ещё большим количеством условностей, рамок и упрощений. И мне действительно хочется уловить хотя бы какой-то положительный вайб с этого, но не получается при всём желании. Да и объективно, у Севы и так полно проблем с башкой, так ещё и мои отношения с Гермионой добавили. В общем, ничто так не позорит персонажа, как его собственные фанаты. Но погодите, самую трэшатинку я приберёг напоследок. О мой бог! Вот, вот объясните, как? Зачем? Почему? Ну нахер! Это вообще законно? Ну, говорю, логика такая. Чеморит, значит любит. Чеморит сильно, значит и любит сильно. Так это понимать? Окей, я принимаю ваши правила игры. Получается, Волан-де-Морт... Ах, да... Чего это я? Ладно, давайте просто сойдёмся на том, что это Рофил, да? Неумелый, с которого ты ловишь испанский стыд, но всё же Рофил. Да? Да ведь? Неужели глаза матери способны такую магию сотворить? Боже мой, заберите у этих девочек интернет. А если серьёзно, я даже не знаю, как это в принципе можно рассматривать. Ну, кринжатина. Ну да. Ну, без понятия, как об этом можно в принципе писать. Да. Вообще, авторки Снэйджер и Снари, свяжитесь со мной, пожалуйста. Просто хочется посмотреть, на какие группы в ВК вы подписаны и какие записи себе на страницу репостите. Просто, если там будет что-то связанное с феминизмом и осуждением насилия, и слово на букву П, я немного, чуть-чуть, дико поржу. Я просто поплопну. Спасибо. Честно, фанаток Снари я не встречал, но в смысле серьёзных и взрослых. В основном, это девочки лет 13, которые под каждым видео в ТикТоке про любимые пэринги обязательно напишут Снари. По крайней мере, наблюдая со стороны, складывается такое впечатление. А ведь эти люди живут среди нас. Популяризаторами интимных отношений Северуса Блэка и Римуса Люпина стали зумерки 2005-2007 года выпуска, которые в принципе не верят в мужскую дружбу и везде видят кексуальные подтексты. Их не останавливает ни наличие жены с ребенком у Римуса в каноне, что как бы намекает на его гетеросексуальность. И на то, что в принципе 13 лет Люпин жил с мыслью, что Сириус реально предал Поттера в Темному Лорду. Со стороны Сириуса тоже были подобные мысли в отношении к Люпину, но в чуть более меньшем масштабе. Просто меня поражает, с какой легкостью эти пэринги придумываются и с какой легкостью становятся популярными. Авторы оригиналов, которые никто не читает, вам не обидно? Мне лично за вас обидно очень, ибо попытки создать что-то оригинальное, попытки, которые нужно оценивать, комментировать и продвигать, теряются в череде подобного вот дерьма, по типу Вульф Стар. Фикрайтеры Трэшеры, я так понимаю, принцип вашего существования звучит так. Шипиру все, что движется, а все, что не движется, двигаю и шипирю. Можно тогда фанфик с пэрингом Нимбус 2000 и исчезательный шкаф в выручай комнате? За идею, опять же, не благодарите. Возвращаясь к Гей Стару, как бы я его не понимал, все же есть одна деталька, которой, скорее всего, и пользуются фанатки подобного рода работ, оправдывая это вот все. Дело в том, что Дэвид Тьюлис до шестого фильма был уверен, что его персонаж, то бишь Римус Люпин, гей. Но опять же, что в книгах на это намеков нет, что в фильмах. Это все правда. В пятом фильме они с Сириусом вообще не коммуницировали. Вот просто считай зеро. Ноль. Я лишь таю надежду, что в отличие от первых трех пэрингов, Уильстар воспринимается настолько рофельно, что никто. Слышите? Никто не воспринимает его всерьез. И подобное чтиво люди используют для промывки желудка. Прошу вас, скажите, что не все потеряно. Мне так не хочется терять веру в человечество. Ладно фандом ГП, который уже четырежды прогнил. Но ведь люди-то, люди-то не совсем. Да? Нет. К прочему, я бы отнес Белмиону отношений Белатрисы и Гермионы. Но как только я представляю, как Гермиона обнимается губами с Белатрисы, от гнилых десен и зубов, в которой стоит не совсем, наверное, приятное омбре, то как-то на этом свое знакомство с этим пэрингом хочется закончить. То же касается и случаев с так называемым Том Мари. Отношения Тома Редла и нашего очкарика. Справедливости ради в этом версии Том предстоит перед нами более молодым и свежим, как во второй части. Но уровень клинжа не спадает, оставляя за собой лишь вопросы и психологические травмы нормальным людям, прочитавших все это. Я ненавижу фанфики и уверен, что в большинстве своем это лишь нарочитое упрощение оригинальной истории. Фанфики по Гарри Поттеру не исключение. Только тут упрощение в кубе, так как Гарри Поттер произведения, ну, чего уж там несложное. Вы можете возразить, мол, не нравится, не читай. Но проблема в том, что данный феномен, как фанон ГП, это уже настолько масштабная штука, что просто невозможно уже практически найти людей, чье восприятие основной саги не запятанно трэшем с фигбука. Только вдумайтесь, сейчас при знакомстве с Патероманом не будет вопроса из разряда «Слушай, а какой твой любимый персонаж?» Нет. Сейчас первый вопрос звучит как «А какой у тебя любимый пэринг или фанфик?» И окей. Как бы глупо с моей стороны говорить о таком пустяке, как Гарри Поттер и фанфиках по нему, как о настоящей проблеме. Чтиво для детей. Вот дети испортили фандом. Засрали его, как песочницу в детском саду. И чему тут удивляться? Обидно, конечно, но что поделать. Говоря более детально и пытаясь уже пойти в объективность, хочется выделить некоторые плюсы фикрайтерства. Хотя, забегая вперед, скажу, что у плюсов есть более лучшие аналоги. Да и плюсами данные критерии можно назвать с большой натяжкой. Первое. Популяризация фандома. Кто бы что ни говорил, но не в последнюю очередь ГБ популярен благодаря фанфикам. Конечно, то, что происходит с франшизой сейчас больше склоняет меня к мысли о том, что лучше бы после премьеры седьмого фильма о Гарри Поттере все забыли, тогда было бы меньше говна на фикбуке, ну и качество комьюнити этой вселенной было бы куда лучше и чище. Но имеем, что имеем. Второе. Повышение навыков письма. Если пишешь фанфик про отношения Драка и Гарика и пытаешься в интересный сюжет, то волей-неволей прокачаешь свой навык письма. А это уже может пригодиться, например, при сдаче ЕГ по русскому и литературе или же банально в какой-то степени поможет или станет тем толчком в том, чтобы начать писать свои собственные книги и возможно зарабатывать на этом, если дело реально нравится. Правда, старт с фанфиков не совсем хорошая идея, итог которой пройдет больше клонов, нежели чего-то оригинального, но тем не менее. Хотя может и повезет и получится выстрелить как 50 оттенком серого. Но стоит понимать, что даже этот изначальный фанфик по сумеркам был все же переработан во что-то более-менее оригинальное и даже провокационное в какой-то мере. Третье. Если будешь следовать моим советам и писать фанфики по схеме хейт, равнодушие, симпатия, выручай комната, то неизменно тебя заметят и в кругу таких же фикрайтеров ты станешь популярный. Хотя, храни бог меня от подобного рода тусовок, но с чем черт не шутит. А популярность на нашем веку лишней никогда не бывает. Да и фанфики, будем честны, не самый зашкварный способ ее заработать. Но если хотите зашквариться по полной, то начните читать рэп по работам с фигбука. За идею, опять же, не благодарите. Четвертое. Такой прием менее популярен, но все же есть возможность того, что в любимом тобою сеттинге, в нашем случае в ГП, ты создашь оригинального и интересного персонажа, который может зайти окружающим фанатам и стать каким-нибудь примером для вдохновения. Но, будем честны, если в подобном произведении не будет тега мужская беременность, то процент вероятности прочтения подобного фанфика кем-либо просто-напросто стремится к нулю. А весь бред из разряда можно узнать персонажей с другой стороны, можно увидеть альтернативное развитие событий и прочее если бы, оставьте своим друзьям, потому что если у человека все нормально с фантазией, то он придумает тысячу и один вариант альтернативного развития сюжета. И считать об этом фанфике ему будет совсем не обязательно. Пугает также тот факт, что довольно много фанфиков опять же воспринимаются как культовый, а многие из них фанаты вообще делают каноничными. Пример из личного опыта. После выпуска моего ролика по Сириусу Блэку одна девочка настрочила мне целый список того, чего я якобы не упомянул в ролике. Ну и пошло-поехало. Оказывается, Сириус был загонщиком в команде Гриффиндора. В него была влюблена какая-то тянка, Сириус самый младший из мародеров, на свадьбе Малфеев он подарил Нарциссе какой-то там кулон и далее, далее, далее. И извините меня, конечно, но подобный коммент я удалил, ибо нефиг распространять фейки и дизинфу. А ведь никто не должен лгать. Но ограничиться от этого полностью, увы, не получится, ибо контент по ГП пилю не только я, и подобные комментарии оставляют не только под моими видео, постами и так далее. Конечно, немного предвзято осуждать фанатское творчество за то, в чем сама Роулинг не совсем преуспела, ибо, ну, честно, прописать зарождение отношений очкарика с Джинни можно было как-то получше. И если удалить мини-арку с Джоу, то на это вполне хватило бы времени и места. И если к большей части судеб персонажей у меня вопросов особо не возникает, то вот итог для самого Поттера заставляет меня думать над тем, что слишком как-то уж все приторно, слишком притянуто за уши. Не говорю, что Джинни не подходит нашему четырехглазадзе, но просто в книгах настолько мало моментов с их взаимоотношениями, что порой можно не без оснований подумать, что Рыжулю можно закадрить стоя как бревно в момент, когда она завязывает тебе шнурки. Знаю, что в книгах этой сцены не было, но все же. Но увы и ах, на то Роулинг и автор своего же произведения имеет право делать со своими персонажами все, что пожелает. Это ее интеллектуальная собственность. И осуждать человека за то, что он портит свое же произведение, конечно, можно, но и с другой стороны, кто мы такие, чтобы указывать создателю? От себя же добавлю, что каждый имеет право делать все, что он хочет. Каждый вправе реализовывать себя так, как посчитает нужным. Да и живем мы сейчас в мире, в котором творчество никому ничего не должно. Смыслы, идеи, в общем, весь этот мусор, это просто бред. Есть видение человека, которым он делится с внешним миром, и плевать, что это видение пахнет тухлыми яйцами и портит фан-базу, сформированную оригиналом. В этом мире, возможно, все, и разрешено многое. Тут скорее вопрос к потребителям подобного рода контента, но, опять же, это их выбор, я надеюсь, что осознанный, и никто им не имеет права за это предъявлять. Хочется, конечно, надеяться, что это лишь временное явление, но, кого я обманываю? ГП-фандом это токсичный рассадник безумных патароманок, которые готовы жрать абсолютно все, что связанное с ГП. Их абсолютно ничего не смутит. И если попытаешься встать в позу и пойти против системы и устоявшихся канонов, то именно тебя не обвинят в токсичности. Хотя, казалось бы, произведение вроде добру учит, ну и навесят ярлык не читающего книги Душнилы. Хотя на деле зачастую оказывается, что именно они прочитали максимум две книги серии и все остальное черпали как раз из фильмов и фигбука. Это огорчает. И можно с уверенностью констатировать факт, что лучше уже не будет. А я лишь мелкая паутинка в этой сети, которая продемонстрировала свою позицию по этому поводу. А вот согласны вы с этим или нет, пишите в комментариях. Ставьте лайк или дизлайк, делитесь видео со своими подругами-фиграйтершами, подписывайтесь на канал или отписывайтесь от него. Выбор у тебя весьма и весьма простой. Насильно я здесь никого не держу. Я же не драка в конце концов. А я пошел на завод, так как Ютуб мне не платит за проделанную работу, а кушать хочется. Всем спасибо за просмотр и до скорого. И да, старался вставлять поменьше работ, дабы просто не складывалось впечатление, что я критикую конкретного автора или конкретный фанфик. Но если какой-то из фанфиков вы бы хотели улицезреть в моем обзоре, то так и напиши в комментариях хочу обзор на название фанфика. Конечно, вряд ли обзор будет положительным, но плюсы я в любом случае оценю. Но на этом точно все.